16-й конкурс имени Юрия Николаевича Холупова, нашего замечательного теоретика, известного не только в нашей стране, номер один теоретик, можно сказать, но и во всем мире. И мы очень рады, что этот конкурс, который он открыл, продолжается. И вот мы 16-й раз встречаемся с нашими новыми конкурсантами. Это единственный конкурс, который, во-первых, проводится среди среднего учебного звена, ну, не обязательно, но в основном. И таким образом ребята имеют возможность проявить себя, во-первых, в своих профессиональных специальностях, а во-вторых, это подготовительный конкурс к поступлению в ВУЗ, и прежде всего в консерваторию. И в этом смысле, мне кажется, трудно просто его приоценить, потому что каждый год ребята, которые здесь проходят этот конкурс, поступают в консерваторию, имеют дополнительные баллы, если они победили на конкурсе в момент приема. Ну и не только в этом дело, просто они уже адаптируются к консерватории, к тем ее требованиям, и это, по-моему, очень важно. В 2006 году мы начали проводить этот конкурс, был первый конкурс тогда. И несмотря ни на какие сложности, которые переживали, как известно, да, мы всякие были периоды, мы ни разу не прерывали это. И вот все годы, когда мы проводили дистанционно, мы тоже все равно его проводили. И всякий раз мы действительно сталкивались с талантливыми людьми, и всегда эти встречи были приятны для нас. Ну, вы понимаете, что устанавливать такие связи очень важно. Это важно для вас, потому что вы проверяете свои силы и как-то готовитесь к какому-то новому этапу своей профессиональной деятельности. Это важно для нас, потому что мы понимаем, какая смена приходит, и чем мы можем помочь прежде всего. Я думаю, что вы поймете, что мы всегда открыты, всегда мы готовы оказать любую помощь, и к своим абитуриентам мы относимся с большой любовью. Каким образом человек мог проанализировать столько музыки, а с ним невозможно было, вот говорите, привести ему какой-то пример, который бы он не помнил. То есть это просто нереально. Он помнил вообще все, и казалось, что так никакое невозможно. Ну, может быть, к сожалению, вот такая концентрация в жизни и привела к тому, что он не так много лет прожил, как, наверное, мог бы прожить. И некоторые его планы, которые его ученики до сих пор все вместе пытаются реализовать, как-то даже издать всё, что он написал, и это до сих пор ещё, по-моему, до конца незаконченный процесс. То есть можно себе представить, что это такое. Поэтому, ну, как бы основная идея моя сегодняшняя, которую мне хотелось вам сказать, постарайтесь вот это прикосновение к имени Колупова как-то реализовать в интересе к тому, чтобы почитать то, что он написал, чтобы вы знали его работы, чтобы это было реальное погружение в то, что он сделал для всех нас и для вас в частности тоже. Он работал всё время и работал не для каких-то внешних заказов, ну, это всё было не так просто, а для науки, для музыки. И писал, что называется, в стол. И действительно, вот сейчас Татьяна Суреновна Киригян, профессор кафедры теории музыки, которая тоже много лет была в составе жюри конкурса, и с самого начала его, вот под её редакцией должен к 90-летию выйти очередной том не публикованных статьей Юрия Николаевича. То есть Колупов ещё снабжает нас своими мыслями, новыми, можно сказать, ну, или такими публикациями. Вот. И, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы быть достойным этого примера, чего всем желаем. Но мне бы очень хотелось, особенно в наше время, чтобы у нас преобладал какой-то не дух конкуренции, соперничества, у нас тут немножко по-другому жизнь устроена, а дух взаимной поддержки и сотрудничества. Это не значит, что мы должны друг другу там что-то подсказывать, нет. Просто посмотрите друг на друга с теплом, поддержите друг друга, и вам самим будет легче. А мы, в свою очередь, как жюри, мы тоже будем стараться быть не судьями, которые осуждают, а такими людьми, которые стараются в вас увидеть то лучшее, что в вас есть. Ну, и вы, естественно, постараетесь нам это лучшее показать. Я думаю, что сам процесс конкурса, он должен доставить вам некое удовольствие как прикосновение к Московской консерватории, к традициям и ко всему лучшему, что есть в этом заведении. Надо сказать, что за все эти годы выпустилось из консерватории, из аспирантуры, ассистентуры, стажировки, огромное количество лауреатов конкурса Холопова, и некоторые из них учились у нас тоже, да, собственно, лауреатов. И такая преемственность, я думаю, что очень симптоматична и важна. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ваши успехи позволят эту преемственность так или иначе продолжить. В добрый путь, и желаю вам успехов, новых открытий, полезных для вас, и приятных впечатлений. Скажи, когда от жизненной тоски Ты утомленный изнываешь И злой печали вопреки И злой печали вопреки Слова любви Когда услышал ты впервые Слова Слова любви Слова любви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому